Добрый день, меня зовут Евгений Матвеев. Сегодня я представлю вам две книги. Начну с данной «100 друзей. Поведенческая экономика волонтерского фандрайзинга». Данное издание написано авторами США Катриной Ванхас и Отисом Фултоном, которые совместно управляют консалтинговой организацией для некоммерческого сектора TurnKey, специализирующейся на P2P отношениях. Передена данная книга издательством «Нужна помощь». Это издание посвящено особенностям событийного фандрайзинга и настройке работы с волонтерами, которые собирают средства в пользу некоммерческих организаций. На основе анализа ряда масштабных общеамериканских инициатив, таких как «Марш ради младенцев» — это «Забег в пользу борьбы с заболеваниями раннего детского возраста» и «Эстафеты ради жизни» — это предлагает читателю несколько тезисов. Тезис 1. Волонтеры — это надежная опора любой организации. Тезис 2. Волонтеров надо правильно мотивировать и вдохновлять. Тезис 3. Любой мерч и другие материальные бонусы для волонтеров — это путь в никуда, поскольку это плата за участие человека в инициативе, а эта плата превращает благо в услугу. Так между НКО и волонтерами формируются рыночные отношения вместо социальных. И, наконец, четвертый тезис. Социальные отношения появляются в момент признания заслуг и усилий человека, а также при определенной автономии волонтеров в рамках общего дела. Чем эта книга полезна в России? В стране, где волонтерский фандрайзинг в новинку и не является системным явлением. Тем, что это еще один пример демонстрации обеспечения финансовой устойчивости для некоммерческого сектора. Тем, что авторы подводят нас к мысли о необходимости создания доступного для вступления сообщества, которое концентрируется вокруг конкретных проблем и конкретных организаций, способных с ними справиться. В конце концов, эта книга является напоминанием о том, что фандрайзер — это профессия. И я рад представить вам вторую книгу. Сейчас у меня в руках книга, которая называется «Фандрайзинг для начинающих. Как искать средства на благотворительный проект». Автор издания — Татьяна Зверева. Человек с большим опытом работы в корпоративном секторе. Кока-кола, бимбельдан, МТС и другие компании. Позже она ушла в православную службу помощи «Милосердие», где руководила отделом фандрайзинга. Книга адресована тем, кто, по словам автора, желает с нуля организовать финансирование своего проекта на пожертвования и избежать ошибок в этой работе. Текст содержит базовые представления о процессе обеспечения финансовой устойчивости благотворительных организаций. На первых страницах читатель может узнать, что такое фандрайзинг, кто такой фандрайзер, какими качествами он должен обладать. Далее к этим изначальным установкам будут прибавляться подробности. Просто ретелинг, разные источники привлечения пожертвований, сотрудничество с корпоративными донорами и государством, массовое привлечение средств и другие формы активности. Ценности знаний заключаются в высокой плотности подачи материала. По освоению книги может сложиться впечатление, что вы прочитали одновременно обо всем. Полагаю, что первичное целостное представление о фандрайзинге у новичков в благотворительности точно должно сформироваться. Для людей с опытом данная книга может стать хорошим способом структурировать мысли и напомнить себе о многообразии фандрайзинговых практик. Доброе утро, я Евгений Матвеев. Читайте полезные книги.